смотрите сколько здесь этого канадского сомика просто тьма блин не знаю получится пройти не получится пусть вам заснять вот смотрите палкой ворочу просто усыпано им все тут ой-ой-ой-ой тонны бонжур дамы и господа я рад вас приветствовать лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев ну что сегодня будет у нас не насадочки да и не прикормочки едем мы на одно болото вернее уже приехали а точнее не болото от орфа разработки говорят рыба здесь задыхается начался замор и очень много дохлой рыбы признаюсь честно ни разу я не видел что такое замор я имею ввиду вживую все где-то по телевизору по картинкам и вот решил сам съездить посмотреть как это и что происходит правда ли картина такая ужасная как ее рисуют или нет ездил мой приятель серега с канала жизнь рыбака там снимал видео говорил что капсдец что творится ну решил я проверить тоже сгонять посмотреть так что сядьте поудобнее сейчас будут ужасные кадры если конечно все это правда пошлите искать я сегодня один клепает со мной виталик мой приятель с которым мы сейчас по весне через недельки две уже начнем ловить огромных линей на поплавочные удочки и на фидер взял его с собой чтобы не заблудиться да и дорога здесь ужасная можно застрять будет кому хоть толкать машину если что вот такие огромные здесь карты добывали торф ну вот уже есть кубики первые выпиливают вот такие во льду квадратики рыба идет на продух кислород появляется здесь ну и рыбаки с очками и и ловят запрещено вроде у нас это считается браконьерством но я не знаю если рыба задохнется я думаю тоже лучше от этого никому не станет а так пускай ну сколько они там ну килограмм 7 поймают этого линя карася канадского сомика но зато есть шанс что многие рыбы спасутся напитается кислородом и буду дальше продолжать здесь жить хотя могу ошибаться не знаю это мое мнение возможно она и неправильная погодка супер солнце слепит около нуля но уже у нас идет капитальное потепление уже видно как считает вот такие здесь у нас болото не знаю правильно ли их называть болотом это можно назвать лучше наверно карты на которых добывали торф вот здесь летом в былые времена буквально еще лет десять назад рыбаков было уловы многие я знаю отсюда можно сказать с весны до осени и не вылазили шикарно здесь отлавливались по огромным карасям линьям но сейчас уже всегда не влезть смотрите все заросло камышом а снизу это елочка идет так что ловить здесь уже никак нельзя умудряются некоторые ищут места ловят но это уже не то есть у меня видео лет пять наверно назад я снимал ездил с одним опытным рыбаком здесь линьям он ловил но я нервно курил сторонке так как у меня ничего не клевало сейчас мы уже по опытней оставляют такие банки капусту поели и пошли дальше а вот тут вот уже видно напилили первое и смотрите сколько мелкого этого канадского или как называют американский канадский сомик которого я на муховца летом ловил ну одна мелочь он выпилили такую штуку идет мелочь на продукт вот они американские сомики и мелочь это не забирают выбрасывают ну а то что идет на родах покрупнее то ловят хотя здесь развелось только этих американских сомиков что их здесь просто тьма вот нету в камере зума еще не приобрел стоит там тоже этот американский сомик там вот дохлых валяется посмотрим что под этим кубиком было тоже вот дохлые валяются канадские американские сомики думаю вам видно вон полно их на продукт идут ну пошлите дальше до кубиков здесь напилена конечно тьма блин против солнца снимаю видно не видно такие тут дебри когда-то здесь только линия было просто жесть меня знакомы сюда ездил караси килограммовые линии подвушку а потом болото взяла свое и все затянуло хотя и сейчас умудряются ездить во сколько тут смотрите сколько здесь этого канадского сумика просто тьма блин не знаю получится пройти не получится пусть вам заснять вот смотрите палкой ворочу просто усыпано им все тут ой 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 тонны его тонны этого сомика канадского но это считается у нас сорной рыбой пошлите посмотрим и там и там все просто кишит им тут уже вот растаяло смотрите я я ей вот такие вот эти американские сомики а здесь кока его просто тьма в воде плавает а а когда конечно видишь такую картину ощущаешь себя не очень хорошо блин привык как-то этого канадского сомика ловить или американского еще по-другому называют говорю фу плохая рыба выбрасываешь а вот когда видишь его столько дохлого даже как-то жалко становится смотрите еще здесь тьма просто его мелкий вот он такого размера растет некоторые видео все писали когда я поймаю такого там американского сомика кричу вот это гигант горят какой гигантом 200 грамм вот его смотрите истинный размер вот такие вот они в основном растут да но здесь он кубиков нарезано конечно капитально здесь вот все берега ему сыпаны просто жуть в воде он сколько плавает дохлого и вот что я заметил да что всего лишь пару платвичек видел а так только вот этот сома представляете да если он заведется в водоеме все вот это конечно страшная картина если он заводится у вас водоеме знаешь что скоро он там будет королем и вся рыба которая там есть будет им выдушина будет обитать только он ну капец это просто кошмар какие здесь горы его вот такие выпилиют большие квадраты чтоб рыбе был кислород но и этот американский сомик тут же оттуда вылазит но здесь немножко прихватило уже морозом я на лед не пойду он уже очень и очень слабенький боюсь могу провалиться но здесь вот эти вот черные такие вот пятны это все усыпано вот этими американскими сомиками вот такая вот у нас картина полно дохлого американского сомика о чем мне и серега рассказывал что картина не очень приятная такого конечно ни разу не видел я слышал про заморы что дохнет рыба думал ну плавает две-три рыбки там где-то сдохло но чтобы вот так здесь все усыпано этим канадским сомиком не видно никакой плотвы и густерых линей щук хотя здесь хватает щук очень много линя караси вот такие есть у меня видео где я снимал с опытным рыбаком здесь рыбачил на линях тогда хороших он линей ловил на муховце когда я ловил попадаются мне эти американские сомики вот такого примерно размером говорят такую мелочь сомик его истинный размер вот сейчас я вам покажу да возьму здесь конечно не хочется брать эту дохлятина ну чтоб показать вот такой вот его истинный размер небольшой а я ловил вот таких вот ну что пойдем посмотрим еще 0 тоже очень слабый все тает страшно после таких кадров что-то мне кажется буду я к нему более трепетно относиться не любил я этого американского сомика выбрасывал говорил жалко что он у меня клюет чтобы он сдох сейчас конечно когда посмотрел на горы вот этих вот дохлых здесь валяется даже немножко мне его жалко ну что пошлите еще посмотрим вот так вот Тоже валяется дохлый мелкий американский Сомик, много ила, мути. Вот такие вот дела. Вот очередной выпиленный кубик, посмотрим, что у нас тут есть. Тоже один канадский Сомик, вернее не один, а море. И вот так вот идет это болото, и вдоль всего болота вот такие вот кубики нарезаны, везде ловят на продух. Фух, блин, весь спотел, у нас плюсовая температура, пока пошел по этому торфоразработку, пока нашли это место, ё-моё, что там творится. Картина, конечно, ужасная. Первый раз в жизни видел, что такое замор. Кажу честно, не очень понравилось. Больше я на такое смотреть не хочу. Лучше мы будем делать дома насадки, прикормки, ездить их на водоем, тестировать. Кстати, с такой погодой, я думаю, недельки-две, и мы уже поедем ловить ленька. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите комментарии, кому есть что сказать. Ставьте лайки, кому понравилось видео. И оставайтесь на канале Рыболовные приключения, ведь с нами всегда клево. Пока-пока, пока!